Ну, во-первых, мы тоже чем довольны. Я любым футболистам всегда доволен, я только могу в приватной беседе что-то сказать. По Зоруну у него была маленькая проблема по здоровью, он еще не в оптимальной форме, поэтому не может выполнять тот объем работы, который он умеет и может выполнять. Первый тайм команда играла в тот футбол, в который мы хотим играть, а потом начали отходить свое футбол, поэтому появлялись моменты у Кайрата, только с этим связанные. Я полагаю, и плюс еще весенняя стадия может в функциональном состоянии Кайрат лучше, чем мы выглядят. Это надо тоже смотреть все, цифры глядеть, анализировать, сейчас тяжело сказать. Да, мы где-то потеряли нити игры. У нас еще раз, мы готовимся к каждой игре индивидуально, нам без разницы, мы сейчас и с ребятами на этой теме много раз говорят, нам без разницы, кто где играет, на какой позиции. Главное, как он полезен командой, в каком состоянии он выглядит. Ну, если забивать будет, конечно, как мы его уберем в состав. Любой тренер будет мечтать, если у него на подачу каждую игру забивают. Какие вопросы? Пусть забивают, доказывают свою состоятельность, вопросов нет. Нам еще раз говорю, нам без разницы, кто играет, Айбар или Игорь, или еще другие фамилии. Мы должны, как команда, выглядеть более сильно, не индивидуально, а как команда играет. Это самое главное. Не как зависимость от одного футболиста. Если у него настроение хочет играть, не хочет играть, надо от этого отходить уже. Ну, как нападающему установка была, гол забить после выхода? Ну, а для нападающего что ему? Какая установка на этот человек? Ну, я, во-первых, хочу, наверное, сказать, как бы это банально не звучало, спасибо господину Акиму, то, что он нам провел в очень хороших условиях. Два полноценных сбора мы провели. Да, были какие-то шероховатости, но в такое время провести таких два сбора, это очень дорого стоит. То, что он с командой, всегда его чувствуется, это очень здорово.